Подкаст для видеоролика «Вечная война». Итак, что могу сказать? На данный момент всех, кто живет на территории Украины, готовят к понятию «вечной войны». Поскольку я наблюдаю только за транзакциями, за операциями с деньгами. То есть стало понятно. Первое. Давайте по-простому. Военной помощи, то есть та, которая нужна, вам ее не дадут и не дали. Причина банальна и проста. Чем дольше будет длиться военная война, тем легче будет Европе. Тем меньше будут условий для того, чтобы начались какие-то вирусные, ковидные развлечения. Это очень связано. Пока длится война, никаких вирусов нет. Соответственно, будут готовить различные программы. Программы типа «Как только начнется истощение всех нас». То есть программы типа «Введения союзных войск» и так далее. Хотя все прекрасно понимают, что те же самолеты, то же оружие уже могли дать. Но его не дают. Это первое. Второе. То есть точно так же, как в 1937 году, то есть готовят к голоду. То есть лучшим мотиватором именно участия в вечной войне будет голод. Это пример зерновой сделки. Точно так же, как тогда вывозили зерно из Украины, точно так же и сейчас. И все прекрасно говорят и знают, что все деньги, которые были, то есть полученные от этого зерна, исчезли, растворились за границей. То есть никакой пользы для Украины это не принесло. Но это принесло следующую вещь. То есть на данный момент голый факт. У нас произошло истощение зерновых запасов и зерно сажать будет некому, некого. И уже пошел рост цен, то есть прямой рост цен на пшеницу. То есть на то, что у нас растет. То есть его не будет кому выращивать и не будет кому собирать, и не будет кому перерабатывать. Соответственно, приведет к голоду. И последнее, что вы должны понимать, то есть все те вещи, которые я рассказывал по поводу финансовой системы, то есть нашего национального банка. Представьте, вот все выглядит очень просто. То есть если вот это вы поняли, то есть там голод будет и так далее, вот дальше вам будет очень сложно. Но чтобы было понятно, то есть вот вы находитесь, вашу голову положили в пасть льва и говорят договаривайтесь со львом. То есть договаривайтесь. То есть что это значит для каждого из нас? То есть первое, ну пошагово, то есть я уже говорил, что это должно быть криптоголосование. То есть вся институция, то есть все вот наши там судьи, полиция, любимые ваши депутаты. Кто-то верит, что президент еще что-то решает. То есть они деньги, которые им выплачиваются, то есть за то, чтобы они принимали безумные решения. Не было ни военно-промышленного комплекса, а были только спутники-притулы. Вот, то есть криптоголосование дает возможность всем, каждому из нас, то есть принимать участие в жизни нашей страны. Следующее, то есть допустим вы хотите оставить депутатов. Тогда самая главная вещь, что и в государственные учреждения, и в президенты, ну вот везде, везде, везде. То есть нужно будет ввести такой закон, то есть о том, что будет все должностные роли, лица, то есть и банковские лица, роли должны занимать только граждане Украины. То есть именно гражданин Украины. Не какой-то там, и национальность у него должна быть украинец. То есть это сделано точно так же, как в Австралии. То есть для того, чтобы сохранить каким-то образом континент или страну. То есть исключить, да, придется исключить другие национальности в системе управления. Вы скажете, это неправильно? Ну, а вариантов вам не оставили. Вам оставили только голодомор, который включается. Поэтому, как говорил один хороший Йозеф Геббельс и его, как говорится, еврейская семья, семья, что самая страшная, ой, самая лучшая ложь, это придуманная самая страшная. Ну, короче, хрен с ним, я не читаю его. То есть, поэтому, для того, чтобы все это решилось, то есть должна оставаться только, ну, то есть только должны оставаться украинцы. Все. Криптоголосование, прямая демократия, то есть когда вы выдвигаете какие-то решения, и деньги должны печатать люди, а не банки. То есть нужно вылезти и спасти льва, которую нас засунули. Все, спасибо, 5 минут подкаста. Продолжение следует...